МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошедший год республику всколыхнули сразу несколько громких дел по ликвидации экстремистских организаций, действовавших на территории Карачаева-Черкесии. Разрастаются такие группировки за счет вербовки все новых участников. А жертвами становятся, как правило, молодые люди, попавшие в сложные жизненные ситуации. О том, как уберечь себя и своих близких от угрозы быть вовлеченными в противозаконную деятельность, мы поговорили с заместителем начальника Центра по противодействию экстремизма Министерства внутренних дел Маратом Абазалиевым. Когда выявляют преступления экстремистского характера, в частности, статья 282, на данный момент часть этой статьи, первая, декриминализирована и наступает административная ответственность. Только если повторно человек нарушает закон, то он привлекается к уголовной ответственности. Как попадают в среду экстремистов и террористов? Вербовка идет во всех отраслях. Раньше, когда не было интернет-сообщества, пространства, у них работа была проще. Они подходили к человеку и выбирали людей, у которых какие-то проблемы. Очень подготовленные психологи готовят их в лагерях, как в Египте, как в Сирии. Подготавливают вербовщиков и различного рода агентов. Агентов влияния, резидентуру готовят, которые проводят вербовочные работы. С появлением интернет-пространства работать стало, наверное, гораздо проще. Они раскинули сеть, в которую люди сами приходят. Им не нужно. Из основной массы они начинают выбирать то, что нужно для вербовки. Как я уже говорю, повторюсь, тщеславным дают славу какую-то, жадным какие-то финансовые поддержки, наркоманам, наркотикам, любвеобильным так называемым, гуритам. И стараются дать человеку то, чего он лишен и чего он хочет. Как правило, попадают в такую ситуацию люди из трудных жизненных ситуаций. В период возрастной, когда ребенку нужно внимание, как не только ребенку, в трудные ситуации попадают не только дети, но и взрослые. Вербовщики учитывают этот момент и в трудную ситуацию, проявляя, раньше было такое понятие, как ложное товарищество такое, показывая свою заинтересованность в его благополучии, в оказании ему помощи под этой личиной, они проникают к нему в друзья. И в процессе он становится зависим от них, может быть, материально зависим, может быть, зависим, наркозависим, может быть, могут в процессе вербовки, привлечения его на свою сторону, могут познакомить его с барышней. Это, наверное, один из таких основных моментов, которые можно привлечь человека на свою сторону и завербовать. Это использовалось во все времена, во всеми разведками мира. И точно так же используется и нашими оппонентами для вербовки молодых людей, да и не только молодых людей. В процессе многие становятся на сторону экстремистов в лагерях, в местах отбытия наказания. Ну, с этим тоже сейчас занимаемся, боремся, будем как-то отбивать. Наша задача – предупредить, чтобы молодой человек, девушка, не попала в ту ситуацию, которая предстоит перед тем, как попасть к вербовщикам. Мы все вместе. Это, как сказать, не только работа силовых ведомств, а это работа сельских администраций, это работа школы, это работа всего сообщества. Мы одно общество, одному государству. Мы все должны за этим смотреть. Не обязательно бить в колокола что-то. Надо обратить внимание, может, человеку просто жизненная ситуация сложилась так, что ему покушать нечего, что ему одеть нечего. Может, ситуация такая, когда у молодого человека умер кто-то из родителей. Он не знает, как поступить, куда себя одеть. Бывает такое, у кого там дяди, тети помогать, у кого-то нет. Но мы обратили внимание, что, как правило, среди полных сирот, которые в детских домах, практически нет таких сторонников экстремизма, брохобизма. В противодействии, ну, различного образа вербовки, мы занимаемся работой в средних учебных заведениях, в высших учебных заведениях республики. Работаем с местными властями, то есть сельскими, как по-старингу говорили, сельскими советами, муниципальными сельскими образованиями, с сельским активом в районах, собираем всех директоров школ, ну, актив районный, постоянно, на постоянной основе во всех районах республики и в городе Черкесске. Разъясняем ситуацию, как можно противодействовать, как можно отличить, как можно обратить внимание на то, что с человеком что-то не так, что он изменился, и, возможно, становится добычей, можно так сказать, для вербовщиков. К нам часто обращаются люди в индивидуальном порядке, как правило, родители, которые замечают за своими детьми какие-то неадекватные для нашего общества поведения. Например, дети отказываются есть пищу, родители, которые приготовили, называют их этническими мусульманами, говорят, я настоящий мусульман, а вы этнические, поэтому я не буду есть то мясо, которое вы не предоставляете. В такой период люди обращаются, мы в меру своих возможностей пытаемся им помочь. Неоднократно к нам обращались родители взрослых уже детей, которые пытались выехать в Сирию в период боевых действий, там, активной фазы. Мы задерживали их и возвращали из Минеральных вод, из аэропорта Ставрополя, из порта Новороссийска, Сочи. Возвращали родителям ну, повторно из них никто не собирался выехать и также неоднократно из Москвы возвращали, но, тем не менее, периодически они успевают выехать. Бывает такое, что не успеваем, но крайне редко. Так что из Сирии задержаны 18 человек, которые пытались различными путями вернуться на территорию нашего государства, незаконно выехавшие на территорию Сирии, принимавшие участие там в боевых действиях и после окончания, как разгрома там основной массы незаконных формирований, они пытались проникнуть на территорию Российской Федерации через третье государство. 18 человек было задержано. также совместными усилиями ФСБ и МВД на территорию России, то есть на родину, было возвращено шесть женщин с детьми из Сирии. Одна женщина осуждена в Турции за участие в вооруженных армированиях на территории Сирии на шесть лет и отбывает там срок. Ее мать пытается сейчас совместно с нами ФСБ вернуть ребенка. Хорошие и плохие это граждане нашего государства обязаны им как-то помочь. Дети в принципе не виноваты, что у них такие родители. Детей возвращаем по мере возможности. Это очень сложная и очень тяжелая процедура согласования МВД является под названием Министерство внутренних дел. А там нужно задействовать и Министерство иностранных дел, представителей различных служб в этих государствах. Не всегда мы можем это сделать. Мы пытаемся. Благодаря Федеральной службе безопасности, благодаря администрации главы республики они очень нам помогают по своим каналам, по своим связям. Редактор субтитров А.Семкин